Здравствуйте! В эфире новости дня в студии Людмила Александрова. В ближайшие 20 минут о главных событиях в Великом Новгороде и области. Небезопасные баллоны уходят в прошлое. Жители Демянска привыкают к удобствам газификации. Впереди большая распродажа. Реализация имущества Ритека должна покрыть долги по зарплате перед бывшими работниками сети «Эксперт». За новыми идеями и проектами Андрей Никитин проводил новгородскую делегацию на Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Сочи. Жители уже четырех населенных пунктов в Демянском районе теперь смогут подключиться к природному газу. Сегодня торжественная церемония прошла в самом поселке. Зажигаем. Уже натренировались? Да, вот, пожалуйста. Житель Демянска Геннадий Иванов с удовольствием демонстрирует гостям свою новую плиту и, главное, газ. Голубое топливо в доме ждали с нетерпением. До этого семья много лет пользовалась баллонами. Это было дорого, неудобно и небезопасно. Теперь все будет иначе. Ощутили? Да, уже привыкли и поняли, что без газа теперь нам не вводить. Так сложилось, что Ивановы стали первыми, кому в Демянске подключили газ. А потому торжественную церемонию пуска голубого топлива решили организовать рядом с их домом, на улице энтузиастов. И вот главный момент. Традиционное зажжение газового факела, как символ того, что Демянск теперь газифицирован. Я благодарю наших коллег из Газпрома за проделанную работу, а всех жителей Демянского района призываю поскорее подавать заявки на подключение к газу, чтобы пользоваться в полной мере благами цивилизации. С праздником! 42 километра газопровода от ГРС Лычкова, которая была введена в эксплуатацию месяц назад, и более 17 километров сетей уже в самом Демянске. Впервые о том, что это благо цивилизации придет в поселок, заговорили почти пять лет назад. Уже тогда желающие подключиться к природному газу начали собирать документы. Но мечта сбылась лишь сегодня. Теперь газ есть в четырех населенных пунктах района. В Демянске, Лычково, в деревнях Черный ручей и Ямник. В ближайшее время газ получат жители 40 частных домов Демянска. У них уже готовы все необходимые документы. Кроме того, голубое топливо придет и в семь котельных, которые снабжают теплом медицинские и образовательные учреждения Лычково и Демянска. Из Демянска Вероника Лебедева, Илья Круглов. Новости. Новгородское властное телевидение. Сегодня новгородская делегация отправилась на 19-й Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Он будет проходить в Сочи с 14 по 22 октября. Кто представит нашу область и что им пожелал на дорогу Андрей Никитин, расскажет Алена Савтина. На одном из собраний студенческого совета наш проректор Михаил Эдуардович Раненко нам рассказал о том, что будет фестиваль. Ребята, это уникальная возможность. Не у каждого есть шанс туда поехать и не каждый год он проводится. Поэтому дерзайте, пробуйте. Вы все ребята талантливые. Дерзать ее девиз по жизни. Надежда подала документы и вот сегодня, сидя на любимом чемодане, она ждет отправления автобуса в Сочи. Вместе с ней представлять регион на Всемирном фестивале молодежи и студентов едут еще 40 самых достойных и талантливых. Певцы, инженеры, спортсмены, политики, экологи, победители WorldSkills. У каждого своя обширная программа. Успеть все и еще чуть-чуть. Тот самый случай, когда студенты жалеют, что в сутках всего 24 часа. Просто очень сложно выбрать, что именно посетить. Площадки разнообразные. Там есть и спектакли, есть и открытые уроки, мастер-классы по фигурному катанию, по хоккею. Это, соответственно, площадки, где можно научиться заниматься танцами. Помимо развлекательной, программа обязательная. У каждого своя. Вот, к примеру, один из лидеров движения Workout в Великом Новгороде. Целью своего визита в Сочи ставит переговоры о проведении в нашем городе. Этапа Кубка мира по этому направлению. Вот тут не обойтись без поддержки правительства региона. Как раз таки после фестиваля можно организовать встречу совместно с вами. И уже конкретно и предметно договориться. Впрочем, Андрей Никитин, который пришел проводить ребят, как раз и обратился к новгородской молодежи с просьбой налаживать в Сочи связи и искать интересные решения и мероприятия, которые могли бы привлечь в область туристов и даже молодых специалистов из других регионов и стран мира. Для вас это будет совершенно новый опыт и вы расширите очень сильно свои горизонты, найдете новых друзей, увидите, как молодежь чем занимается, чем дышит в разных странах и, конечно, в разных регионах нашей страны. В свою очередь, уже в эти выходные Великий Новгород в рамках Всемирного фестиваля молодежи будет принимать студентов из 44 стран мира. Программа для гостей насыщенная. Будет и зарядка с чемпионами, и дискотека на льду, и мастер-классы по приготовлению щей и румяных блинов. Алена Сувтина, Владислав Ковалевский. Новости. Новгородское областное телевидение. Сегодня Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела по факту обнаружения человеческих останков в сгоревшей машине в Новгородском районе. Накануне в поселке Тесовский в карьере для добычи песка рабочими был обнаружен сгоревший автомобиль марки УАЗ «Патриот», в салоне которого находился обгоревший труп. Уголовное дело возбуждено по статье 105 «Убийство». Как сообщили в Следкоме, известны данные владельца автомобиля. Устанавливается его местонахождение. Также проводится комплекс мероприятий, направленных на установление личности погибшего. В прокуратуре области сегодня вновь вызвали на ковер руководители предприятий с долгами по зарплате. У каждого своя история проблемы и разные пути решения. 64 сотрудника старорусского предприятия «Барс-2» не видели оплаты труда больше полугода. На вопрос, когда же люди получат заработанные деньги, исполняющий обязанности директора предприятия пояснил. 2 миллиона удалось выплатить в течение недели, будет погашен и оставшийся долг 500 тысяч. Если здесь вопрос практически закрыт, то вот с «Ритеком» все только начинается. Напомним, покинувшая новгородский рынок компания должна 22 миллиона 400 своих сотрудников. Все процедуры конкурсного производства, которые нам было необходимо сделать для реализации имущества «Ритека», нами выполнены. То есть проведена полностью инвентаризация, утверждены на собрании кредиторов положения, необходимые для продажи имущества, запущены торги. По словам Виталия Гуляева, продажа собственности «Ритека» стартует в понедельник. На вырученные средства и будут рассчитываться с долгами. Весьма печально положение 17 сотрудников ЛК «Энерго». Перспектива выплаты денег призрачна. У нас компания не спешит рассчитываться заказчик. Других же источников дохода нет. Сложившуюся ситуацию взяли на контроль, в том числе и правоохранители. В целом же ситуацию с долгами по зарплате в области удается контролировать. Только в сентябре 2017 года по итогам принятия комплекса мер прокурорского реагирования совместной координационной деятельности контролирующих, надзирающих правоохранительных органов выплачено свыше 2 миллионов рублей. Всего же, начиная с января по текущий период времени, выплачена задолженность по заработной плате, уважаемые коллеги, на общую сумму свыше 58 миллионов рублей. По-прежнему должен почти пяти сотням человек 42 миллиона маловишерский электроаппарат. Три дня назад в арбитражном суде по предприятию завершилась процедура конкурсного производства. Юлия Бабича, Владислав Ковалевский, Новости, Новгородское областное телевидение. Новгородские турфирмы разместили на своих сайтах информацию о прекращении сотрудничества с ВИМ-Авиа. Рейсы, запланированные на более поздние даты, будут выполнены другими перевозчиками. Всего из-за финансовых проблем этой авиакомпании пострадали около 200 тысяч россиян. Микрорайон Аркашская-Слобода в Великом Новгороде появился вместо бывшего аэропорта Юрьева. Старожилы еще помнят, как долетали до Москвы за полтора часа и до Ленинграда за 40 минут. Не так давно в области начали поговаривать о создании нового аэропорта на базе военного аэродрома в Кречевицах. Но пока к услугам новгородцев только аэропорты Полково и Домодедово. Задержки рейсов на наших земляках отражаются так же, как и на всех других пассажирах. Депутаты Госдумы призывают навести порядок в области авиаперевозок. Как образец должна быть наша ведущая всемирно признана авиакомпания Аэрофлот. Я еще раз говорю, как сто лет назад. Летайте самолетами Аэрофлота. А всякие ВИМ, Авиа, ТрансАэро, вот они вас оставили ночевать на бетонном полу в чужом аэропорту, в чужой стране. Это же огромный стресс для миллионов людей. В июне этого года из-за проблем компании ВИМ Авиа пострадало приблизительно 30 тысяч человек. В июле и августе по вине этого же перевозчика задерживались десятки рейсов на турецкие и болгарские курорты. Время ожидания составляло до 15 часов. В ЛДПР уверены, что это системный сбой в деятельности всей отрасли гражданской авиации. Порядок в работе авиаперевозчиков, считают депутаты, может быть восстановлен только после национализации всей гражданской авиации страны и создания профильного министерства. Мы много лет говорили, давайте восстановим министерство гражданской авиации. У нас огромная страна и весь мир. И нельзя, чтобы всеми авиакомпаниями занимался маленький департамент в Минтранс. После кризиса, связанного с авиакомпанией ВИМ-Авиа, вице-премьер Российской Федерации Аркадий Дворкович пообещал, что критерии финансовой устойчивости авиакомпаний будут ужесточены. Вместе с тем специалисты туристического бизнеса спрогнозировали подорожание турпутевок летнего сезона 2018 года на 10-20%. Светлана Стерлигова, Сергей Корнев. Новости. Новгородское областное телевидение. Наша съемочная группа вернулась из Хвонинского района. Вместе с активистами Общероссийского народного фронта журналисты разбирались в ситуации, которая сложилась в селе Анциферова. Местные жители пожаловались, что инвалид, имеющий ограничения в передвижении, был, цитата, поселен в палату с железной дверью, окошечком и решеткой. А причиной этого стала оптимизация, которая разместила в здании врачебной амбулатории постояльцев интерната для престарелых. Двухэтажное здание амбулатории села Анциферова с недавнего времени стало пристанищем для пациентов, находящегося неподалеку дома интерната села Песь. Около 30 инвалидов и людей преклонного возраста расположились на втором этаже. На первом осталась амбулатория и пункт скорой помощи. Разумеется, местным жителям и медикам такое уплотнение пришлось не по душе. А поводом для жалобы стал один из пациентов интерната, инвалид-колясочник. Палатой для него выбрали помещение бывшей бухгалтерии. Врачи жалуются, что он мешает им работать и пугает людей, пришедших на прием. Пусть он не отрицает, у него были сильные боли, он кричал. Приходили пациенты и говорят, почему этот мужчина так кричит? Прямо слышно же. А можно я вас перебью? Я его свозила к врачу, мы сдали анализ, сделали рентген. Так это потом, я просто вам объясняю, я вам просто объясняю, теперь неоднократно наши работники, которые здесь работают, скорая помощь, дежурят круглосуточно, вот проживающие, курят в палате. Получается, что одно здание Ванциферова теперь делят две сферы. Второй этаж за соцзащитой со своими пожилыми постояльцами, первый за медиками с обычными пациентами. А несчастный инвалид просто камень преткновения. По сути, он должен быть на втором этаже, но поскольку колясочник, то располагаться может только на первом. Этот товарищ, что инвалид, он просто такой, яблоко-раздор, вы согласитесь. Вопрос-то не в нем. Вот именно здесь, яблоко-раздор. Вот в ПИСИ у нас проживает на первом этаже, также в амбулатории, 8 человек, 2 комнаты, по 4 человека. Никому люди не мешают. Ни приема, ни детям, понимаете, тут это просто поза здравоохранения. Вот так глобальный процесс оптимизации может вылиться в местечковый конфликт. Активисты Общероссийского народного фронта пришли к выводу. Проблема именно в несогласованности действий социальной защиты и здравоохранения. Пытаться разъединять, ну что там, в интернате порядка 30 человек живет. В амбулаторию приходит, ну 5 человек в день. Каждому строить здание это неэффективно. Я думаю, что сейчас им нужно научиться, управленцам, людям, которые являются, ну скажем так, энергетикой этого конфликта, заставить себя и сесть за стол переговоров. А третейским судьей на пути к примирению общественники предложили стать поселковой власти, которая пока устраняется от участия в разрешении конфликта. Из Хвойницкого района Максим Широковских, Савва Ушаков. Новости. Новгородское областное телевидение. В воскресенье 15 октября завершается Всероссийская декада подписки, в ходе которой во всех отделениях Почты России можно подписаться на газеты и журналы со значительными скидками. Своих клиентов ждут и наши районные газеты. Об одной из них расскажет Наталья Савицкая. Местное издание располагается в историческом месте. В 19 веке тут был постоялый двор купцов Миничевых, а сын купцов Миничевых был первым грамотным человеком и открыл здесь библиотеку для крестьян. Посмотрим, что сегодня читают в Сальцах. Газета выходит уже 86 лет, с 31 года. Тогда это был Салецкий ударник, в 1944 его переименовали в Знамя Победы, потом просто Знамя. Сейчас жители читают Салецкую газету с тиражом в 2000 экземпляров. На страницах все то же, что и в других провинциальных городах. Местные проблемы и приятные новости, а еще фотографии, современные и архивные. Когда редактор наткнулась на целый ящик со старыми снимками, решила подарить им вторую публикацию. Теперь сальчане узнают в черно-белых лицах своих родственников и друзей. Старинные фотографии. Очень много фотографий с села. Корреспонденты у меня всегда говорили, если бы были такие трактористы сейчас, мы бы с селой ездили каждую неделю. На селе жизнь кипит уже не так, как раньше. Однако корреспонденты бывают там регулярно. Три пишущих журналиста редакции, мастера универсальные. Татьяна сегодня договорилась об интервью в местном ДК. Его работников приветствуют как старых знакомых. И не сразу поймешь, что они вот так говорят не о ней, а обо всем издании в целом. Как наша подруга, товарищ, друг. Идем с ней по жизни уже сколько? Уже много лет. Даже страшно говорить. Информацию для следующего материала собираем на городском кладбище. Сюда пришлось приехать по просьбе читательницы. Оценилась, две кошки, остались много котят. И холода, она обеспокоена. И просит, чтобы какую-то заметочку мы опубликовали с фотографиями. Мало ли найдутся желающие этих котиков забрать. Вот они, да. Вот, кстати, мы их и нашли. Здравствуйте. Лариса Вавиловна, а вы не видели тут вот кошку саму? Вот только котята. Кошку не видели? Да тут их пять или шесть ходят. Фото беспризорников в номер Солецкой. Одного из них в добрые руки уже знакомых нам работников ДК. Они озвучили такую просьбу, узнав, о чем еще пишет Татьяна на этой неделе. Здесь все так, по-соседски и душевно. И что особенно ценно, без права на обман. С лука ведь мы не имеем права. Вот я, например. Потому что я всегда этот отзыв, он будет мне высказан в лицо. Чаще в лицо, чем даже по телефону. То есть я иду по городу, иду по улице, и меня тут же встречают и говорят, ах, там ты кто-то написал, а вот... То есть этот отклик, он читательский, тут же тебе сразу, и если что, можно газетой и по голове. Ну это так, конечно, шутка. Но все-таки, да, мы ближе к своему читателю. И в этом, наверное, лучшее, что может быть в районной газете. Конечно, корреспонденты готовят статьи на серьезные темы. О политике, предложениях местных депутатов, назначениях, проблемах в районе и инициативах местных предпринимателей. Каких? Читайте в очередном номере Солецкой газеты. Из Сальцов Наталья Савицкая, Петр Самусов. Новости. Новгородское областное телевидение. Любытинский район почти полностью восстановился от последствий летней стихии. В разгар сокрушительных ливней местным трассам досталось больше всего. После буйства стихии на территории района работала комиссия Росавтодора, которая оценивала последствия затоплений. На местных дорогах произошло около 50 разломов. По словам главы муниципалитета, сейчас практически все основные трассы пригодны для использования. Испытывают затруднения пока только жители деревни Кременичьи, где нарушено пешеходное сообщение. Но есть возможность пользоваться временным объездом. На сегодняшний день пока все работает, все справляется. И, в общем-то, мы за этим очень внимательно следим. Если где-то что-то уровень воды поднимается, если где-то какие-то завалы. Организовываем субботники по расчистке русла. Тут река Белая в Любытину. После того, как мы ее закончим, перейдем на реку Забитницу. Пока все укрепления временные, проекты капитального ремонта будут составлены зимой. И предполагается, что на полное восстановление трасс району будет выделено около 400 миллионов рублей. Сами работы запланированы на 2018 год. И еще о дорогах. Новгородской области доверена честь стать границей между Шавермой и Шаурмой. Такую черту провела компания Достоевский, занимающаяся доставкой еды по трассе М-10. Как сообщили в социальной сети сотрудники ДОСТА-экспедиции, у двух столиц свои вкусы. Москвичи категорически выбирают только Шаурму. Чем ближе к Питеру, там сгодится и Шаверма. А линия предпочтений проходит в районе 368-го километра трассы М-10. Это около деревушки Добывалого Валдайского района, недалеко от границы с Тверской областью. Там и установлен новый указатель, так что водители не удивляйтесь. Кстати, в чем разница названий Шаверма и Шаурма, не всегда могут понять даже прародители блюда. Считается, что это одно и то же кушание, просто его по-разному именуют по всему миру. В основе пряного рулета жирное мясо, молодая баранина, курятина или индюшатина, маринованные или свежие овощи и, конечно же, пряности. Это все на сегодня. Интересные информации вы можете поделиться по телефону нашей редакции 70-3003. Впереди реклама и прогноз погоды на пятницу, 13 октября. Всего доброго и до встречи.